Восинские каникулы пора не только тыдневого отпочинку, но и час экскурсии в делу в конкурсах, занятках в гуртках. Некоторые ученики даже решили пополнить семейный бюджет працы в школьной вытворчей бригаде. Такий приклад есть у первой школы городского поселка Бялиниче. Чем занимаются дети в материале Татьяны Сергеичек? 10 учениц, которым 14 и более годов, в час восинских каникул працуют в школьной вытворчей бригаде. Девчонки не новички, в этой справе каждая, Майя Якиси в опыт по пошиву Бялизны. Приходим к часам к 9, к 10, когда проснемся, кто-то как может. И работаем часа 2. Мы шьем пеленки для дома престарелых и инвалидов. Социальная служба заказала 4 сотни пеленок. За работу заплатить. Конкурс, конечно, есть. И уже сюда попадают все дети, которые имеют определенные навыки. А другие дети на данный период тоже задействованы. Это у нас на базе школы работают музеи. Вот, например, некоторые дети занимаются тем, что проводят экскурсии. У самых маленьких – экскурсия по школьному гисторико-краознавчему музею. Школьники средних классов учатся складать уласный родовод на занятках литературной гостиной. И она дейничая при первой школе Бялиниш больше за 10 годов. И все лета одна из учениц за перемогу в областном конкурсе про гисторию семьи отримала путевку у лагеря зубраня. Проводим встречи с молодшими детками. Молодшие дети так само имели представление о том, как складать таки родовод, как доследовать свою властную семью. И имели зацикавленность в этом. Для многих школьников запланованы поездки по городах Беларуси. Планируется посещение выставок, музеев, театров. Также наши учащиеся едут в Беларуський государственный цирк. А учащиеся Вишовской школы примут участие в третьем этапе республиканского конкурса «300 талантов для королевы», который пройдет в городе Бобрыске. А кроме того, во всех середних школах Беларунинского района працуют лагеры джонных изнаходжений. У них за час босинских каникул отпоршнекали от 300 детей. Татьяна Сергеевич, Денис Бутырин, Новинергия.